Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. 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 Орган, который не является выбранным, который нарушает политическое соглашенное в Сахирате в 2015 году, в результате которого был сформирован так называемый президентский совет и протестонациональное согласие. Орган, которые не смогли отвечать тем требованиям, которые были изначально заложены и которые зафиксированы в положениях упомянутого мной соглашения. Важнейший из них это ограничение с полномочий правительства национального согласия одним годом, которое могло быть продлено автоматически на еще на год. И то полномочия и сроки работы этого правительства уже давно истекли. Кроме того, в соответствующем политическом соглашении говорится о необходимости принятия конституции. И соответственно, с точки зрения закона никакой ценности у него нет. Кроме того, правительство национального согласия не только не получило поддержку от Палаты депутатов, но даже дважды было отвергнуто нашим правом. И соответственно, не принимало конституционной присяги. И таким образом, как такое правительство может быть легитимным? В соглашении говорится об осуждении терроризма и террористических действий. Там говорится о необходимости вывода вооруженных милиций из всех ливийских городов и населенных пунктов. Этого не произошло. Наоборот, это правительство испытывает данные милиции в качестве своей боевой силы и охранения. А эти милиции, соответственно, наложили свою лапу на правительство национального согласия. И смогли таким образом распоряжаться жизнями ливийцев и их имуществом. Взяли под контроль основные ливийские учреждения, включая Центральный банк. Политическое соглашение также, в политическом соглашении также говорится о необходимости ижения согласия между ливийцами. В том числе о том, что президентский совет должен состоять из представителей трех исторических регионов Ливии. Этот принцип был нарушен после того, как четверо членов упомянутого президентского совета подали в отставку. Кроме того, в соответствии с Сахиратским соглашением, решения президентского совета принимаются консенсусом. Однако господин Сарадж единолично принимал решения в нарушении политического соглашения. Например, он подписал соглашение с Турцией в явное нарушение политического соглашения. И без подтверждения данного соглашения со стороны Палаты депутатов. По всему миру существует промежутное соглашение, которое подписывается президентом.